приветствую дорогой друг с тобой магазин simant меня зовут илья я сегодня расскажу дополню свой предыдущий обзор некоторыми нюансами которые я выявил при сборке недавней сборки буквально на днях на выходных собрал пока вот посчастливилось мне именно в данном корпусе и появились некоторые такие небольшие нюансики я дополню расскажу о них а для тех кто не любит моих долгих рассказов сразу оговорюсь корпус этот я все равно бы купил даже учитывая как бы вот эти новые там нюансы то есть корпус хороший и денег своих он стоит а теперь для тех кому хватает терпения меня слушать усаживайтесь поудобнее спереди мы можем установить 360 радиатор как я и говорил хотя на официальном сайте указано что туда становится 240 к вот на самом деле в сборке которой я собирал там даже было бы некрасиво если там стояла бы 240 к очень некрасиво поэтому 360 к там вписалась просто идеально вот и как бы я рекомендую принципе 360 ку использовать даже вариантах если у вас сверху нету радиатора спереди 360 к а толщина толщина может быть 45 миллиметров на сайте термалтейк указано 40 миллиметров максимально но снова таки тут зависит от видеокарты если у вас огроменный стрикс стоит какой-то там то вам все равно придется поставить тонкий радиатор возможно даже 30 очку толщиной в 30 миллиметров далее а сверху ставится 40 миллиметровый радиатор как написано на сайте термалтейк не больше просто не влезет разве что вы поставить какие-то slim вентиляторы тогда можно поставить и 45 очку идеально ставится 30 очка из-за углубления из-за ниши такой вот для радиатора идеален данный корпус для того что вы взять радиаторы какие-то но неймы или от разных производителей и как бы никто особо не заметит что у вас разные радиаторы потому что верхний прячется в эту нишу и таким образом видно только вентиляторы больше ничего корпус относительно просторный для акриловых трубок я даже прям таки вот сильно сильно много адаптеров не дел и даже получалось довольно много резких изгибов делать на трубке то есть вполне себе ну скажем так что не совсем просторно но и не критично так вот что совсем совсем плохо далее основное из того что мне не понравилось процессе сборки я в предыдущем видео рассказывал что данный корпус имеет хаб к этому хабу можно подключить вентиляторы которые видимо какие-то из термалтейк ассортимента который имеет 5 пиновый разъем и данный 5 пиновый разъем как в некоторых скажем так исходя из своего опыта в некоторых вентиляторах присутствует питание на а точнее один общий плюс 12 вольт минус для питания вентиляторов и еще плюс 3 pin rgb то есть для подсветки то есть один общий плюс и три минуса для управления подсветкой но нет там питанием для rgb ленты даже и не пахнет то есть питание не не подается на некоторые штекера вот нету его там и мне непонятно зачем там 5 пиновый разъем вот то есть в двух словах вентиляторы ржб туда подключить нельзя я извиняюсь что я ввел в заблуждение как бы вот с предыдущим видео и вот это видео записано вот по большей части именно из-за этого нюанса вот по большому счету этот хаб вообще не нужен здесь в этом корпусе вот совсем к нему нельзя подключить какие-то универсальные вентиляторы ну которые pvm 4 пиновые или 3 пиновые то есть . 5 пиновые какие-то термалтейковский и нельзя дополнительно подключить rgb подсветку то есть rgb подсветка только корпусная если вам не жалко гарантии на корпус то можете купить два вот таких вот разъем чека это разъемы такие как устанавливаются на вентиляторы pvm и обжать вот эти два кабеля которые отвечают за подсветку подсветку корпуса после того как вы проделаете данную процедуру можете подключить к вот такому вот контроллеру от беру здесь обычный четырех пиновый разъемчик вот такой как pvm разъем и к нему можно подключить все вентиляторы которые у вас будут подключены в данном корпусе и собственно подсветочку корпуса тоже сможете подключить если ты смог осилить видео до конца то не забудь подписаться на канал если подписан поставить лайк и через неделю мы обязательно выпустим видосик со сборочкой в данном корпусе поэтому не пропустим до новых видосиков пока пока